Почему время тренировки должно быть 40 минут? Если вы уделяете тренировке мышц час времени или даже больше, то совершайте грубейшую ошибку всех натуральных атлетов. Ваша активная тренировка должна отнимать 30 минут плюс 10 минут на разминку. К этому трудно привыкнуть психологически. Я понимаю вас, когда тратишь только на дорогу к залу больше часа, сложно поверить в эффективность тренировки мышц длительностью 40 минут. Тем более, когда все вокруг тренируются максимум час. Однако, готов поспорить, из тех, кто так долго тренирует мышцы, успехов добиваются только те, кто использует стероиды. Остальные же безуспешно подражают им в надежде на такой же результат. Запомните, ко всему необычному ведут необычные пути. Короткая по времени интенсивная тренировка мышц даст гораздо больший стимул для роста, чем привычная, простянутая по времени низкоинтенсивная. Короткая по времени тренировка мышц дисциплинирует. У вас не остается времени на ненужные разговоры и сплетни. Чем больше времени вы проводите в спортзале, тратя его на тренировку мышц, тем сильнее рассеиваются ваши усилия и энергия. Если в вашем комплексе много упражнений и подходов, то вы будете думать только о том, как бы довести тренировку до конца. При этом не сможете сосредоточиться на самом выполнении упражнения. Главное правило – лучше меньше да лучше. Это относится к количеству упражнений и сетов. Кроме того, длительные тренировки мышц по времени больше 40 минут истощают вашу гормональную и нервную систему. Это не важно для химиков, поэтому они и растут от длительных тренировок. Но это совершенно не подходит вам. Возможно, вам будет сложно тренировать мышцы меньше 40 минут из-за переполненного зала. Такая ситуация возможна, особенно в утреннее и вечернее время. Мой совет – либо меняйте зал, либо время его посещения. Суть любого действия в его эффективности. В данном случае эффективность тренировки мышц находится в обратной зависимости от ее длительности. Это практическое правило, проверенное многими натуральными атлетами. Сомневаться в нем не стоит. Только не думайте, что такая тренировка мышц будет проще стандартной, часовой. Дела обстоят прямо наоборот. Такая тренировка очень непростая, но ведь и цель мы себе поставили непростую. Будете делать тяжелый подход, отдыхать в минуту и делать следующее. Никаких разговоров и самолюбования в зеркале. Только тяжелая работа и стопроцентная отдача. Преимущество 40-минутной тренировки. Высокую ментальную концентрацию на тяжелую работу. Чем дольше вы тренируетесь, тем больше устаете психологически и теряете бойцовский запал. Через час вы будете как сонная муха, не способной на 100% ментальное усиление по преодолению тренировочного веса. Высокую интенсивность тренировки. Максимальную нагрузку мышц за минимальное время. Что является самым мощным стимулом после тренировочного роста силы и массы. Анаболическое окно. Выброс гормонов. Ответственных за рост мышц. Именно короткие тренировки открывают это волшебное окошко роста. Длинные же тренировки мышц напрочь прекращают его выбросом стрессовых катаболических гормонов. Ответственных за разрушение наших мышц. Что ведет к перетренированности. Надеюсь я вас убедил. Придерживается правило 10 минут разминка плюс 30 минут интенсивная тренировка мышц. Это очень эффективное правило. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. До новых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok